Ну что, граждане, как-то меня госаппо прокинул первый раз, а теперь они дожидали мне доску клевую. Вот. Облака рассеиваются. Сейчас будем смотреть на классный закат. Парушники ходят повсюду. Вот такие красивые. Вот. В общем, молодцы. Голсаппо. Красивый закат. Вот. Всем, кто не пробовал САП, рекомендую. Или каяк, если вам страшно. Надо вот туда скатать, в чистый залив. По идее, успею тут максимум километр всего. Красота. Вот я в чистом заливе. Кто-то на гитаре там бринчит песенки. Че, классный вечер. Никогда не думал, что я буду снимать обзоры на доски для гребли, но, в общем, эта доска мне очень впечатлила. Я брал GP Australia и iBoard в других прокатах. Вот. И тут мне из Голсаппа ребята подогнали доску, которую я даже смотрел в интернете, что, может быть, купить ее себе. Это Malakai. Написано там, Malakai под веслом. Finder R. Оп. Вот. Из интересного. У нее ширина 79 сантиметров. Это, прямо скажем, на сантиметр уже, чем доски, которые я пробовал до этого. Те были 80 и 81. Вот. Че я могу сказать? Она длинная, во-первых. На удивление. То есть она длиннее, чем кажется. Вот. И она дико устойчивая. То есть я третий раз в жизни на САПе катаюсь. То есть это мой, там, пятый или шестой час. Ну, с точки зрения пробега. С нее нереально упасть. То есть я никогда так уверенно на доску не встал. Вторую доску, которую я брал в Троице Лыкова, там iBoard был. С него прям, ну, прям легко улететь. Какие там борта, что ли, неровные. В смысле, что вот этот вот борт, да, который край, он здесь полукруглый. А там он то ли какой-то другой формы, то ли чего. Ну, смысл такой, что я там весь мокрый приехал обратно, потому что я половину дороги сидел на ней. Потому что стоять на ней нереально. Вот. Сидеть на доске неудобно, сразу скажу, ни на какой. Ну, просто потому что непривычно сидеть, колени устают, ступни устают. Вот. Ну, если только не задница сидеть, как я делал на iBoard, я сидел на заднице. Естественно, все мокрое, потому что сама доска, она мокрая получается, да? Вот видите. Вот, само покрытие, оно мокренькое. Здесь этот коврик, это никакой не поролон, это какая-то полурезиновая, получего-то там штуковина. Не знаю. Вот. Из интересного. Две ручки. Не знаю, сколько это удобно. На носу крепление для GoPro. Вот. Ну, хвост стандартный. И резиночки с двух сторон. Вот. У меня линейки нету, чтобы ширину прям померить. Но, похоже, что в заднем багажнике вообще даже бромтон можно закрепить. Ну, такие дела. Короче, не думал, что будет такая разница. Во-первых. Во-вторых, я не думал, что новичок, типа, меня может вообще почувствовать какую-то разницу в досках. Ну, типа, какая разница, да? Я какой-то там на бас. Взял любую доску и вперед. Нет, разница чувствуется. Качественная доска, это качественная доска. Короче, не рекомендую брать в прокат даже какие-то там ноу-неймы. Оно как прокат на велосипед. Удовольствие от катания дает меньше, и вы как результат составляете о велосипедах в целом неверное впечатление, как и тут о досках, если брать ноу-нейму, может создастся неверное впечатление о том, насколько они устойчивые, насколько они хорошо идут. И вообще. Вот такие пироги. Вот там дяденьки катают девочку на Гладиаторах ПРО. Тоже, говорят, хорошая штуковина. И теперь я как-то уже после впечатления о молока и доске, как бы даже додумываюсь, может быть, имеет смысл Гладиатор ПРО в принципе попробовать. Потому что, оказывается, разница есть. И она как бы существенная. То есть, она не в цифрах существенная. Может быть, конечно, можно какой-то тест провести, чтобы в цифрах было. Но она ощущается здорово. Покатаю сейчас по-чистому еще. Может, искупаюсь и по строгинскому кружочек. Вот он, более подробный вид на корму. Здесь на самом деле два крепления под удочки. Я не знаю, зачем на турингах крепление под удочки. Но ладно. Логотипчик о том, что там она прошитая внутри. Ручка сзади, клапан. Ну и шнурочек. Ничего особенного. Все это на обычных сапах есть. На всех. Пяточка для того, чтобы наступать при повороте. Ну, в общем, так-то все стандартно. Ничего здесь сверхъестественного нет. Шашлычники. В серебряном вору. Каждый отдыхает по-своему. Вот они. Каякеры. Быстрые. И ушел закат. Просто, чтобы вы понимали, насколько водные виды спорта здесь популярны. Посмотрите, сколько людей на досок, сколько лодок позади. И это не какой-то там большой водоем. Это лужа диаметром в километр. То есть тут на самом деле места-то не очень много. Последние лучики солнца освещают домов Щукино. Последние лучики солнца освещают домов Щукино. Солнце находит. На воде становится холодно. Наверное, стоит двигать обратно. Потому что, по прогнозу, будет температура 18. Вряд ли хорошая идея купаться в такую воду. Думаю, я успею. Небольшое замечание. Обратили внимание, что у меня все панорамные виды гуляют слегка и горизонт не держится? Я вам так скажу. Держать одной рукой камеру и параллельно здесь держать равновесие на доске, это немножко нетривиально. В общем, сорян. Крепления для GoPro у меня нет, а если бы было, то все равно там стабилизатор надо. А руками держать пока неудобно. Особенно, что ветром разворачивает доску. И хочешь снять панораму, а тебя ветром в обратную сторону крутят. Получается, что повернуться невозможно. А так, последний лучик солнца в Строгино. Через полчасика надо текать, потому что будет холодно. Виды, конечно, тут очень красивые. Причем, именно с воды. Вот, GoSap, на мой взгляд, один из лучших сервисов проката сапов в Москве. У них большой выбор досок. Вот. Они консультируют, хранят доски, если со своей приехал. Все замечательно. То есть можно покупать доску. Я так понял, что в том числе у них можно купить. Вот. У них хранится доску. Приезжаешь на велосипеде, там велосипед оставить. Охраняемая есть раздевалочка. То есть там не просто как-то на пляжике все стоит, а прям закрытая территория. Свой собственный причал. Все круто. Вот. Ребят, молодцы.